МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Чапаев и Петька. Неужели они выжили? Никто не верил, как он погиб и где он погиб. Что на самом деле случилось с легендарным Камдимом? Шли следом красный, они его подобрали. И кто придумал анку-пулеметчицу? В фильме обязательно должна быть любовь. Синдром Мэрилин Монро. Кто придумал эту странную болезнь? Это вообще синдром человека публичного. И можно ли ее вылечить? Женское счастье – это очень хрупкое понятие. И, конечно, его нужно искать, за него нужно бороться. Между скорпионом и стрельцом. Что такое 13-й знак зодиака? Останутся на земле только крысы, и я после ядерной войны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Иванович Чапаев. Не знаю, как для вас, а для меня именно он был настоящим супергероем. Культовый фильм о нем вышел на экраны почти 80 лет назад. Говорят, Сталин пересматривал его 40 раз. Но насколько реальны герои фильма? Как на самом деле погиб Чапаев? Что случилось с Петькой? И кто такая анка-пулеметчица? Небольшой городок Пугачев в Саратовской области. Дом-музей легендарного комдива Василия Чапаева. Местные историки тщательно оберегают сохранившуюся обстановку скромного быта семьи знаменитого земляка. Две параллельные комнаты спальни детей Чапаева. Спальни девочек. Вот здесь стояла две кровати и тумбочка. И спальни мальчиков. Здесь стояла кровать и тумбочка. И восточная часть здания столовой и кухни. Стены этого дома теперь единственные свидетели благородства и любовных мук Красного комдива. Ведь здесь Василий Иванович жил со своей второй, нелюбимой женой Пелагеей Камешкерцевой. Еще в царской армии, в страшной мясорубке Первой мировой, Чапаев дал клятву своему тяжело раненому другу Петру Камешкерцеву. Он пообещал своему умирающему товарищу, что он заберет его семью. И он забрал. Они потом узаконили фамилию Чапаева. Они Камешкерцева были. Но узаконили фамилию, были Чапаева. Олимпиада и Вера Чапаева. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. И где должен быть командир? Ну и где? Опять впереди! На лихом коне! Популярный российский актер Вадим Колганов сыграл роль Чапаева в фильме «Убить дрозда». Он, как и многие мальчишки в СССР, был заворожен образом легендарного комдива. Мы все играли в Чапаева, естественно. И у нас очередь была. Сегодня один, завтра другой. Идет, значит, грудью на подвиг. Более того, я рос в городе Оренбурге. В замечательном городе, который стоит на реке Урал. И, собственно, по одной из версий, именно эту реку и переплывал легендарный комдив. Когда его ранили в руку, где, собственно говоря, по одной из версий, он и погиб. Леш, не возьмешь! Мало кто из современников знает. У командира дивизии Василия Чапаева было несколько жен. Женщины его или без ума любили, или отчаянно ненавидели. Поэтому нередко предавали. Даже после того, как от него одна из женщин бежала, убежала от него, влюбилась в кого-то, бросила своих детей ему. Не его, а своих детей. И он продолжал заботиться. И они продолжали считать его своим отцом. Настолько он был честен, убедителен, искренен. Чапаев был человеком с неуемным характером и мощной харизмой. В нем сочеталось несочетаемое. Он сам легко влюблялся в женщин и одновременно был ярым сторонником строгих патриархальных взглядов в семейной жизни. Да, он был темпераментом. Но несмотря на то, что он деревенский был, очень высокая культура, он понимал, что это плохо, а это хорошо, очень четко, абсолютно. Так сложилось. И первая, и вторая жены Чапаева носили имя Пелагея. И обе предали его. Первая супруга в девичестве Медлина не дождалась мужа с фронта. Чапаев узнал, да, что жена ему изменила. То есть она там какого-то кондуктора нашла. Это был момент такой. Но она потом вернулась в семью. Чапаев ее простил, потому что он ее любил. Но опять Чапаев ушел на фронт. Опять на фронт, и она уже умирает от тифа. Вторую Пелагею, жену погибшего друга Камешкерцева, Чапаев застал в собственном доме с любовником. По мнению некоторых биографов, именно эта женщина и погубила легендарного командира. Не добившись прощения у Чапаева, она решила ему отомстить. Рассказала Белым, что штаб дивизии в Лбищенске охраняет лишь небольшой отряд красноармейцев. На рассвете 5 сентября 1919 года казаки неожиданно атаковали Лбищенск. Бой длился 6 часов. Часть красноармейцев была окружена и взята в плен. Небольшому отряду в 100 человек во главе с Чапаевым удалось прорваться к Уралу. Долго в это не верили. Вообще, кстати, никто не верил, как он погиб и где он погиб. При упоминании о гибели Чапаева у многих перед глазами возникает классическая сцена из фильма. Раненый комдив тонет в бурных водах реки Урал. Эта версия основана на том, что на одном берегу Чапаева видели, а на другом он так и не появился. И тело Василия Ивановича не нашли. Видимо, этот факт и стал поводом для появления самых невероятных версий. Некоторые из них нам удалось развеять. После сражения по Долбищенскому один из красноармейцев Кирилл Филиппов форсировал Урал вместе с Василием Чапаевым. Позже боец делился воспоминаниями с историками. Он прожил в Пугачёве долгое время, и он нам рассказывал, что я плыл вместе с Чапаем, то есть мы вошли вместе в воду, поплыли. Но Урал имеет очень быстрое течение, и поэтому очень часто сносило человека даже в этой реке. И мы, когда вышли на тот берег, Чапаева среди бойцов не оказалась. А в 1962 году дочь Чапаева Клавдия получила необычное письмо из Венгрии. Два бывших бойца Красной дивизии написали, что переправили раненого комдива через Урал на плоту, сделанном из половинки ворот. Но когда переправили, он уже был мёртв, мы разрыли лунку, его закопали и затрусили камышом, чтобы не издевались. И бабушка её приняла эту версию. Клавдия Чапаева добилась невозможного. Она получила разрешение перекопать берег Урала, чтобы найти останки Василия Чапаева. Героя гражданской войны должны были похоронить со всеми воинскими почестями. И ей правительство ответило, что, пожалуйста, приезжайте, мы вам вообще дадим всё, что вам надо, там и трактора, и всё такое. Но, Клавдия Васильевна, у нас Урал изменил русло. И там, где был берег, там стала проходить река. В начале 60-х годов прошлого века историки ухватились за новую версию. Жители городка Чертымкуль под Челябинском уверяли, что у них живёт и работает плотником Василий Чапаев. Якобы комдив был спасён степными казахами, переболел брюшным тифом и потерял память. Графологическая экспертиза не подтвердила, но и не опровергла эту теорию. Оставшиеся в живых сослуживцы Чапаева смирились с гибелью любимого комдива. Удивительно другое, почему после встречи с тем самым потерявшим память плотником они ещё много лет посылали ему деньги. И что всё-таки случилось с не менее загадочными персонажами – Петькой и Анкой? Их судьба тоже окутана тайной. В дивизии Василия Чапаева было много женщин. Санитарки, поварихи, работницы складов. Как-то во время боя одной из девушек пришлось заменить убитого пулемётчика. Вот только звали её вовсе не Анна. Идёт психическая атака капелец. Мария Андреевна подползает к раненому пулемётчику, перевязывает его, и пулемётчик умирает у неё на руках. Тогда бойцы по цепи помогают ей вставить ленту в Максиме, настрочить. Мария Андреевна Попова, знаменитая пулемётчица из отряда Чапаева, стала прототипом Анки только частично. И то потому, что вставить в кинофильм историю Анки-пулемётчицы настоятельно рекомендовал режиссёрам лично товарищ Сталин. Анка – это литературно-художественный приём. Любой маломальский сведущий в режиссуре человек понимает, что в фильме обязательно должна быть любовь. В фильме обязательно должна быть вот эта вот интрига, особое взаимоотношение. Романтических отношений между Анкой и Петькой в реальной жизни никогда не было. А это называется «Щёчки». А это как называется? Зато в жизни Чапаева имя Анна сыграло почти роковую роль. Но к пулемёту это не имело никакого отношения. Анна Стишенко – так звали жену Дмитрия Фурманова, военного комиссара 25-й Чапаевской дивизии. Заметив реакцию, которую вызвал Чапаев и его жены, Фурманов стал проявлять некую ревность. Проявил кляузность. А вообще не по-мужски себя повёл в этой ситуации, я считаю. Он жаловался, он обращался в большинство органов. Я прошу сохранить ее. Вот что не красит мужчина. В конце концов, Фурманова перевели на службу в Туркестан. От греха подальше. А всего через 4 года из-под пера бывшего ревнивца вышел роман «Чапаев». О жизни и гибели идеального героя гражданской войны. Читаешь его книги Фурманова, там постоянно показывается, что Чапаев неграмотный был, Фурманов. Всё-таки закончил университет. В отличие от малограмотного Чапаева, Петька, штабс-капитан Пётр Исаев, был профессиональным военным с высшим образованием. После Октябрьской революции солдаты избрали Чапаева командиром полка, а не успевших сбежать офицеров перекололись штыками. Василию Ивановичу удалось спасти друга офицера, сделав его своим адъютантом. С тех пор Петька стал верной опорой на ждива. Но что случилось с Исаевым после гибели Чапаева? Историки и потомки спорят до сих пор. По официальной версии, Пётр остался на берегу Урала и прикрывал отход раненого комдива. Чтобы не попасть в плен к белым, он застрелился. И последней пулей он обрывает свою жизнь на берегу реки Урал. Но когда освобождает Лубищенск Иван Семенович Кутиков со своей бригадой, он подходит к каждому из бойцов и видит, что Пётр Исаев, тело его было зарублено кулаками, разрублено до неузнаваемости. По одной из версий, Петра похоронили в общей и безымянной могиле с убитыми красноармейцами. Однако правнуки героя Гражданской войны уверены, могила их деда находится в селе Корнеевка Саратовской области. И Пётр не застрелился, а геройски погиб. Его убили на Урале вместе с Чапаем. Когда Чапаем поплыл, он остался на берегу. Его там застреляли. На этом Урале. Больше всего у нас могила находится в Корнеевке. Это здесь. Есть фотографии, которые мне на это можете фотографировать. Есть могила Корнеевки в школе, прямо во дворе. История Петра Исаева получила неожиданное продолжение в 1999 году. Его могилу нашли в деревне Кундравы под Челябинском. За ней ухаживали две престарелые женщины, дочери Исаева. Они ей рассказали челябинским краеведам о чудесном спасении отца. Он чудом спасся, он жив остался. Потом, когда шли следом красной, они его подобрали и отправили в Челябинский госпиталь. Он написал жене, что я вот в Челябинском госпитале приехать не смогу. Пожалуйста, приезжайте. Некоторые историки подтверждают эту версию. Исаев не застрелился, а выжил. Однако прожил знаменитый ординарец недолго. В 20-х годах он умер от тифа. Две его дочери приезжали на могилу отца из Златоуста. Вот эти женщины, которые приезжали, они жениха нигде не афишировали. Они себя в грудь не били, что они дочери Петра Исаева. Рекламу они себе не делали. Я так думаю, что это на самом деле достоверная могила Петра Исаева, что именно Петр Исаев у нас похоронен здесь. Азолото, Васильев! Некогда сейчас. Потом вернемся. Гоми! Образ Чапаева, скачущего на коне с шашкой на гало и в бурге, именно таким мы запомним его навсегда. Он реальный герой истории, который шагнул в кинематограф и литературу. И он всегда будет во много раз ярче и притягательнее вымышленных персонажей. Если сравнивать нынешних героев, да, всяких Гарри Поттеров и так далее, конечно, Василий Иванович сильнее и круче. Конечно. Поскольку за ним идея, за ним было будущее, за ним вера. А герои нынешних мальчишек – это фантазия, фэнтези, это комиксы, это... Ну, что-то выдуманное. Официальной датой смерти Чапаева считается 5 сентября 1919 года. Сразу после выхода на экраны фильма о Камдиве появился человек, очень похожий на Василия Ивановича. Он утверждал, что он и есть Чапаев, и ему удалось спастись. Этого человека арестовали и допросили, а потом привезли на встречу с родственниками Чапаева. Те не нашли в нем ничего общего с легендарным Натждилом. И самозванец был просто-напросто признан психически нездоровым человеком. Смотрите далее. Главная тайна Мэрилин Монро. Ей не хватило каких-то, наверное, рядом людей, которые оберегли бы ее. Кто придумал необычную болезнь и назвал ее именем голливудской блондинки? Чем успешнее актер или актриса, тем у нее синдром сильнее. Кто сегодня верит гороскопам? На мой взгляд, это полная ерунда. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Мэрилин Монро. Самая знаменитая блондинка. Тайна сопровождала ее не только в жизни, но и после смерти. Точные обстоятельства и причины ее гибели не ясны до сих пор. Единственное, в чем сошлись современники, лучшими друзьями Мэрилин были вовсе не бриллианты, а психиатры. Именно они после смерти звезды стали ставить своим пациенткам странный диагноз – синдром Мэрилин Монро. Что это за болезнь и для кого она смертельно опасна? Я люблю красивых мужчин, но среди нас их очень мало. Эту фразу Мэрилин Монро произнесла в окружении толпы журналистов. Цитата разлетелась по планете и стала едва ли не девизом для тысяч женщин. Никто и не предполагал, что для многих из них она станет почти приговором. Диагнозом. Личная жизнь, она не складывается. Любовь Лапкина называет себя актрисой и поэтессой. И ей не везет с мужчинами. Хотя они всегда находили ее интересной и не жалели комплиментов. Мне люди такие умные, достаточно говорили, что не в свое время я родилась вообще. Ну, говорили, что уникально очень. Ее часто посещали мысли о том, что мир вокруг чуть хуже, чем она заслуживает. И даже свадьба, о которой она так мечтала, оказалась самым сильным разочарованием. Он служил в Чечне, и его пристрастия к алкоголю затмевали, наверное, всю его судьбу и жизнь. Он пил, устраивал скандалы. Нам пришлось с ним развестись. Больше любовь так замуж и не вышла. Синдром Мэрилин Монро. Именно такой диагноз ей поставили врачи. Синдром Мэрилин Монро – комплекс или эмоциональное заболевание, при котором человек при всем благополучии и успешности чувствует себя неудачником. Американские психиатры синдром Монро называют любовной зависимостью. Синдром имени секс-символа Америки придумали психоаналитики. И сразу же поставили такой диагноз доброй половине женского населения земного шара. Комплекс любовных влечений с мазохистским уклоном. Я уверен, что каждая молодая девушка, которая была современником Мэрилин Монро, она мечтала быть точно такой же всеобщей любимицей, харизматичной. Как-то они пишут, с одной стороны богиней, да, с другой стороны такой падшей женщиной. И люди очень стремились вот к этому вот идеалу. Идеальная блондинка страдала синдромом имени себя в самой тяжелой форме. У самой Мэрилин Монро к этому всему добавлялась психологическая неустойчивость, наркотическая и алкогольная зависимости и так далее. Это, конечно, было уже клиническое заболевание, то, что раньше называлось маниакально-депрессивный синдром. И, конечно, это то, что требует лечения. В 20 веке хроникеры круглосуточно сопровождали только двух человек – Махат Муганди и Мэрилин Монро. Норма Джин Бейкер, казалось, была рождена для того, чтобы стать секс-символом. Хотя ее путь к этому званию был по-настоящему тернист. Не раз из объекта обожания она легко могла превратиться в барышню легкого поведения. И это один из основных синдромов необычной болезни. В одном из телешоу певица Сати Казанова примерила на себя не только платье Мэрилин Монро, а весь ее образ. Целиком. Это какая же она сильная была. Если после того жуткого детства, которое у нее было, мама, которая там пила, выходила замуж, брат, который ее там изнасиловал, куча мужиков, которые до нее домогались, и кроме как похотливых каких-то эмоций не испытывали. Сати Казанова называет это «бэт кармой». Бэт от английского плохой. А ведь действительно Мэрилин Монро воспринимали как плохую девчонку. Это вообще синдром всякого человека публичного, человека с определенной миссией, публичной миссией. А для женщины это так особенно. Поэтому, ну что ж, ей не хватило каких-то, наверное, рядом людей, которые бы ей, которые оберегли бы ее. Певица уверена, что синдрома Мэрилин Монро вообще не существует. Это выдумка американских психологов. Я не согласна с психологами, я вообще их не люблю. Ну как не люблю, я просто считаю, что они огромные вредители в обществе. Термин синдрома Мэрилин Монро я категорически отвергаю. Это всех вот под одну гребеночку. Существует или не существует синдром Мэрилин Монро? Кто им болеет и какие последствия он влечет за собой? Это не совсем болезнь, а это просто, скажем так, некоторая специфика определенного типа женщин. Мэрилин меняла актеров на президентов и обратно. Впадала в депрессии и безумное веселье. И сама не могла понять, что с ней происходит. Личный психиатр и психотерапевт ее сопровождали везде. Она следовала их советам и усиливала эффект от прописанной терапии, как могла. Последние годы она вообще постоянно принимала таблетки. Все это она запивала алкоголем, создавала гремучую смесь, которую ни в коем случае вообще-то нельзя употреблять. Да, там, антидепрессанты с алкоголем. Навязчивые состояния, замкнутость, ревность, постоянная неуверенность в себе, боязнь одиночества и еще целый букет определений. Все это признаки синдрома Мэрилин, которые со временем перерастают в серьезные симптомы. Один из них – склонность к суициду. Человеку ничего не хочется, у него ни на что не хватает энергии, он ничему не радуется. И, в принципе, это состояние, когда он фактически говорит себе, что я не справляюсь с этой жизнью, не очень здорово у меня получается. И действительно, в такие периоды у человека может возникать такое серьезное намерение уйти из жизни. По данным Минздравсоцразвития, в 2012 году в России с собой покончили почти 30 тысяч человек. Около 40% из них – из-за неразделенной любви или неудач в личной жизни. Миллионы мужчин были готовы целовать песок, на который ступала изящная ножка Монро. Но она упорно выбирала не тех. Все три ее официальных брака, так же, как и десятки романов, заканчивались депрессиями, походами к психоаналитику и горами таблеток. Последние ее серьезные отношения с президентом Кеннеди, по мнению многих биографов, стали косвенной причиной трагической смерти кинозвезды в возрасте всего лишь 36 лет. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Оксана Пакина – вокалистка поп-рок-группы Монро. По совместительству – двойник Мэрилин. Как утверждает девушка, сходство исключительно внешнее. Мне все время говорили, говорит, ой, Оксанечка, у тебя что-то, говорит, от Монро есть. И так пошло-поехало. Я когда снималась, меня называли «Русская Монро». Белая копна волос, родинка. То есть ей все время такие роли дурацкие давали. Девушка убеждена, что перенять от своей героини настоящий синдром ей не грозит. Характер другой. Главное – вовремя выйти из образа. Вы знаете, я ее обскакала, я уже мама. У меня есть дочка Маргарита. И, кстати, когда ей три года, и у нее спрашивают, Маргарита, а как тебя мама зовут? Она говорит, Монро, а что она делает? Она говорит, у меня поет. И начинает петь пупу-пупиду-пуп. Входить в образ и вовремя выходить из него. Любой актер вынужден проживать десятки жизней. Это разрушает внутренние и нередко становятся причиной душевной болезни. Говорит, если это синдром Мэрилин Монро, наверное, да. Принем, конечно же, чем успешнее актер или актриса, тем у нее синдром сильнее. Актерами становятся те люди, которые без этого понимают, что они не смогут существовать. Это их карма, это их судьба, это их рок. Синдром Мэрилин Монро – это не просто неуверенность в себе, своей внешности и способности понравиться. Это болезнь со своими симптомами, ремиссиями и нешуточными рецидивами. Можно иметь все материальные блага, целый калейдоскоп талантов, идеальную внешность, и при этом не испытывать чувство удовлетворения и счастья. Сегодня это характерно для многих известных персонажей. И, как утверждают специалисты, речь идет не только о женщинах. Специалисты утверждают, чтобы подхватить болезнь женским именем, не обязательно быть женщиной. Синдром Монро – болезнь и сильного пола. В современном мире очень-очень много, к сожалению, таких состояний у людей стало появляться, и у женщин, и у мужчин. Желание не стариться, хорошо выглядеть, быть привлекательным, которого все любят и обожают. Но универсальный синдром Мэрилин Монро встречается у мужчин гораздо реже. Они чувствуют огромную пустоту внутри. И, в общем-то, по сути, они не уверены в том, что их можно любить, что они благополучны, что они интересной личностью являются. И им сложно строить отношения. Они все время стараются предъявлять имидж, свой фасад. У мужчин, страдающих синдромом Мэрилин Монро, есть такие. У них есть очень хороший выход, которого почти нет у женщин. У них есть возможность жениться на более молодой женщине, к которой ты будешь относиться несколько по-отцовски, и прощать ей недостаточную успешность, недостаточную образованность. На самом деле, то, что происходило в душе и подсознании Мэрилин Монро, было известно еще до ее рождения. В трудах по психиатрии и психологии уже было описано такое явление. Поначалу, когда только взошла звезда Мэрилин Монро, синдром Мэрилин Монро называли совсем другое состояние. Или еще его называли синдромом Кагэкью, потому что Кагэкью – это героиня японских преданий, мифов, если хотите, которая верила себе так же. Но Монро была слишком знаковой, слишком великой, слишком человеком и слишком женщиной, чтобы кто-то осмелился сравнить ее с какой-то японкой из мифов. Япония целиком лежала у ее ног. Я не хотела быть символом никогда, но если мне уж и пришлось им стать, то лучше быть символом секса, чем чего-нибудь другого. Секс-символ – прямо скажем, сомнительное звание. Согласитесь, не совсем понятно, кто раздает такие титулы. Может, настоящие причины синдрома Монро как раз и кроются в излишней сексуальности. Но и сейчас есть женщины, которых наградили этим званием. И ничего, замужем. Вообще найти женское счастье сложно. Его найти сложно и простой продавщице из супермаркета, и звезде, которая не сходит с обложек, с экранов. Женское счастье – это очень хрупкое понятие. И, конечно, его нужно искать, за него нужно бороться. Актрисе и телеведущей Эвелине Блёданс долго пришлось искать своего спутника. Она трижды была замужем, но ни разу не задумалась о существовании болезни незаурядных людей. Синдроме Мэрилин Монро. Я, честно говоря, не знала, что есть отдельный такой синдром, синдром Мэрилин Монро. Это очень интересно, потому что это действительно так. И, в общем-то, совершенно не важно, как это называется, но такая проблема, она действительно существует. Многие специалисты пришли к выводу, что синдром Монро – это не всегда актёрская зараза. Она из детства. Значит, подхватить может каждый. Как правило, наибольше подвержены такого рода заболеваниям люди, которые выросли в однополой семье. Такая семья, например, когда молодая девушка растёт в семье, где есть только мама и бабушка. То есть там вот у неё уже на бессознательном уровне закладывается некий стереотип отрицания мужчин. Безотцовщина Мэрилин Монро – лишь подтверждение теории. Она искала папу всю жизнь. Я не привыкла быть счастливой, поэтому счастье я не считала чем-то обязательным для себя. Синдром Мэрилин Монро – доказано, что это болезнь. Известны её симптомы. Но есть ли лекарства? Таблетка от невозможности полюбить. Я бы не рекомендовал людям, скажем так, прибегать к каким-то фармакологическим методам лечения. То есть это, как правило, идёт психическая область, область психики, и там надо работать со специалистами именно этой области. Синдром Мэрилин Монро – универсальная болезнь, которая может поразить и женщин, и мужчин, и знаменитых, и не очень. От этого заболевания сегодня никто не застрахован, хотя заразиться им нельзя. Синдром можно вылечить, но лекарств от него никто не изобрёл. Более того, специалисты утверждают, большинство людей, страдающих этим заболеванием, на самом деле здоровы. Они просто упустили время. Смотрите далее. Между скорпионом и стрельцом. Что такое тринадцатый знак зодиака? Останутся на Земле только крысы и я после аэрной войны. Почему астрологи скрывают его? Змееносец, он содержит в себе только плохие звёзды. И существует ли заговор астрологов? В любом случае, созвездия – это просто кусочки небесной сферы. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Вы верите в астрологические прогнозы? Я вот нет, признаюсь честно. Наверное, излишне говорить, что большинство современных учёных считают астрологию лженаукой. Но есть и ещё кое-что. Конспирологи утверждают, что астрологи намеренно скрывают от нас некий тринадцатый знак зодиака. Так называемый «змееносец». Но зачем? Неужели существует заговор астрологов? Если верить гороскопам, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев родился в год красной огненной лошади в середине октября. По знаку зодиака он – весы. Вот только сам певец астрологам не верит. На мой взгляд, это полная ерунда, на самом деле. Я родился в семье двух профессоров. Не получил, слава богу, крещение и закончил механико-математический факультет МГУ. Как всякий прагматик и атеист, Алексей Кортнев называет астрологов гадалками, а их гороскопы считают вредными. Главный девиз музыканта – полагаться на себя, а не на предсказания. Вот и его песни о том же. При малейшей возможности быть кем-нибудь, надо быть. При малейшей возможности смыть эту муть, надо мыть. О том, кто изобрел астрологию, историки спорят до сих пор. Есть разные версии. Древние эллины, египтяне, шумеры, индейцы майя и даже славяне. Был интерес у древних халдеев, у других народностей. Принципы классической астрологии еще в первом веке до нашей эры изложил древнегреческий астроном и математик Птолемей в своем труде «Тетра Библос». Астрологи имеют дело с гороскопом. В этом гороскопе есть все 12 знаков. 12 планет, 12 домов и куча аспектов. Плюс еще там полторы сотни жребий, которые можно использовать для трактовок различных. В таком случае откуда появились сомнения в достоверности классической схемы? Несколько лет назад астролог из Миннесоты парки Кункли перевернул мир гороскопов. Ученый заявил, что классические 12 знаков зодиака безнадежно устарели. За последние 3000 лет позиция Земли по отношению к Солнцу изменилась и появился новый зодиакальный знак – змееносец. Именно он определяет теперь ход многих событий. Солист группы «Нана» Владимир Политов родился 6 декабря и, согласно классическому гороскопу, он – стрелец. Но однажды музыканту рассказали, что на самом деле он – змееносец. Вот если бы не ваш брат журналист, я бы никогда не узнал о существовании этого знака. Об этом сказали года полтора назад. Пригласили на съемку программы подобные про знаки зодиака. О 12 знаках зодиака, так же, как и об основных четырех стихиях, земля, воздух, огонь и вода, Владимир Политов слышал. И что они из себя представляют, знает. А вот каково быть змееносцем? Я могу вообще находиться в таком, в аморфном состоянии, когда я ничего не хочу делать, мне хочется просто валяться, тупить, не знаю, там, в компьютер или в телевизор. А бывает, наоборот, такой энергетический подъем, что хочется вот что-то делать, делать, делать. Так что же это за таинственный 13-й знак? Существует гипотеза, что знания о змееносце получили предшественники людей древние арии от некой исчезнувшей цивилизации. Этот знак зодиака правит примерно две недели между скорпионом и стрельцом. Они рождаются в конце ноября месяца, а именно, между 15 и 25 ноября. Вот это люди, и то редко достаточно, когда там ни одна планета. Солнце, Луна, Меркурий, допустим, или там разные другие планеты. Вот на границе скорпиона и стрельца. Самый известный российский астролог Павел Глоба признается, что о существовании змееносца знает давно. Злеокальное созвездие змееносца существует на небе, и, естественно, оно было известно с глубокой древности, это правда. Солнце по нему проходит сейчас в декабре месяце. Рожденным под знаком змееносца свойственны целеустремленность и напористость. Они много раз в жизни терпят крах, но всегда поднимаются, как феникс из пепла. Германия, вот смотрите, несколько раз возрождалась, а в гороскопе Германии очень сильно выражен знак змееносца. И сколько раз после Первой мировой войны она из руин поднималась. Что такое падать и снова подниматься, змееносец Владимир Политов испытал на себе. Не так давно лопнул музыкальный проект группы «Нана» в Америке. Певец вернулся в Россию и снова собирает залы. Вот насчет целеустремленности, как-то у меня так не очень хорошо. А в плане выживаемости, да, я могу гарантировать, что выживу в любых условиях, а останутся на земле только крысы и я после ядерной войны. Змееносцами были Нострадамус, Христофор Колумб и Михаил Ломоносов. Гении, каждому из которых 13-й знак зодиака вручил свою черную метку еще при рождении. Многие люди змееносцами с драматической судьбой. То есть они всегда, так сказать, и на переднем плане всегда они пытаются что-то изменить. Тальков, тоже, так сказать, Достоевский. Это все влияние знака змееносца. Так почему же большинство современных астрологов не говорят о существовании змееносца? Может быть, просто не хотят ломать привычную систему? Число 12 зодиакальных знаков было, ну скажем, более удобным в обращении, чем 13. Оно могло делиться на 3 или 4. Оно вообще очень удобное в обращении 12. С ним были связаны 4 стихии. Неужели 13-й знак вычеркнули из списка только из-за неудобства в расчетах? Конспирологи выдвигают свою гипотезу. С древних времен существует заговор астрологов. Змееносец, он содержит в себе только плохие звезды. Мы можем взять какое-нибудь другое созвездие, и там будут хорошие. Скажем так, рядом будет созвездие лебедей, и там хорошие звезды. Писатель-фантаст Вадим Филоненко в своей книге «Завещание змееносца» также попытался объяснить, почему 13-й знак предан забвению. Писатель уверен, все дело в библейской истории о змеи-искусителе. Почему-то у древних евреев он считался нечистым символом. Не то, что символом, а змея считалась нечистым. Сатана прикинулся змеей, то, возможно, здесь вот такая связь, то есть она, может, отсюда пошла. Хотя, может быть, и другая параллель. Возможно, что когда-то в древности была война с представителями, скажем так, змей-людей. По древнегреческим мифам, во время восхождения змееносца, пролетавший над землей на огненной колеснице сын солнца Фаэтон, сжег все живое, и на поверхность из космического хаоса вышли чудовища. Змея всегда лицетворяла некую тайную силу, которая, ну, как этот змей мудрости, да, на древе познания добра и зла, который искушал про матерь Еву, да, это тот же самый идея, которая заложена в созвездии змееносец. Сторонники этой версии уверены, змееносец – несчастливый тринадцатый знак. Он настолько противоречивый и демонический, что астрологи предпочитают его избегать. Ну, этого знака не существует, на самом деле. Есть тринадцатый созвездие. Вообще, вот, в астрологии мы работаем с двенадцати знаками, каждый знак по тридцать градусов. Так или иначе, история со змееносцем – лишь один из многих сомнительных эпизодов в истории астрологии. Прямо перед записью программы мне принесли мой персональный гороскоп. По знаку зодиака я весы, родился в год змеи, и оказывается, не простой змеи, а деревянной. Итак, этот человек отличается незаурядным умом и прекрасным вкусом. Умеет оказаться в нужное время, в нужном месте. Его стихия «воздух» чаще всего реализует себя в творчестве. Звучит, конечно, лестно, но, согласитесь, такие черты в себе может найти любой человек. Основной упрёк в адрес астрологии – это неконкретность и обтекаемость предсказаний. Многие учёные открыто заявляют, что суть таких практик состоит в том, чтобы создать универсальный прогноз. Под него легко можно подогнать любые события из жизни. Просто использовать свои знания или псевдознания для того, чтобы просто обманывать других. С другой стороны, у неё есть и свои успехи. Так, в 1930 году американский астролог Джон МакКормак предсказал сильный ураган. В указанный день стихия действительно обрушилась сразу на несколько американских штатов. Сразу после этого астролог получил большие заказы от правительства на новые исследования. Получается, астрологические формулы и таблицы всё-таки работают. Есть защитники астрологии, есть противники, есть даже люди, которые говорят, сжечь вас на костре от своего рода инквизиции. Астролог Сергей Пименов к нападкам со стороны коллег-учёных давно привык. Поэтому накопил целый арсенал аргументов в защиту своей науки. Самое простое – это когда на восходящей луне или на заходящей луне все эти определенные виды козерновых культур, чтобы было урожай или неурожай. За века существования астрология научилась просчитывать подобные закономерности, говорит Сергей Пименов. Единственное, не стоит забывать, что любой гороскоп нужно составлять индивидуально. Ко мне приходят женщины и говорят, я хочу выйти замуж, а у меня там 3-4 претендента, и все вдруг начали там руку и сердце предлагать, а я должен выбрать одного единственного. Официальная наука подобные прогнозы высмеивает. Астрофизики давно доказали – планеты, а тем более созвездия, никак не влияют на человека. В любом случае созвездия – это просто кусочки небесной сферы, то есть кусочки неба, которые вы видите в том или ином направлении. Физическими объектами созвездия не являются. Астрофизики считают, что серьезно можно говорить лишь о гравитации. Остальные поля, потоки частиц и излучения от звезд и планет на Земле так слабы, что их едва улавливают сверхчувствительные приборы. Луна – это прежде всего приливы. Собственно, про приливы знали все давно, и мореплаватели. А Солнце – ну, это, во-первых, оно посылает нам свет, посылает нам тепло. Случаются различные события вроде вспышек, магнитных бурь и так далее. Но, опять же, предсказываются такие события, ну, максимум за несколько дней, никак не за годы и за месяцы. Звучит убедительно. Но почему это не мешает астрологам убеждать нас в обратном? Почему мы так верим в то, что звезды и знаки зодиака оказывают на судьбу такое сильное влияние? Люди становятся все более слабыми, все более и более зависимыми. Когда у населения нашей страны отняли коммунистическую идеологию, попытались всунуть обратно христианскую религию, остается уповать на какую-то хрень, да, типа звезд. Зодиакальный знак России – водолей. И в гороскопе найдутся совпадения. Как и этому знаку, жителям нашей страны свойственно впадать в крайности. В годы перестройки россияне рьяно бросились в пучину астрологических прогнозов и предсказаний. Александр Зараев помнит, как однажды ему даже пришлось просчитывать клиентке, почему у нее начались осложнения после пластической операции. Она рыба, я делала как раз на так называемом 12-м поле, по-моему, 10-го февраля. Я посмотрел этот день и говорю, слушай, вот тебе нельзя было в этот день делать операцию. Она говорит, почему? Я говорю, потому что Луна в Овне, в соединении с Марсом и любые операции на лице в это время делать нельзя. Оказалось, что ей, когда сделали небольшую операцию по удалению морщин, она ослепла на оба глаза. В 90-е годы в России буквально помешались на гороскопах. Люди женились, крестились, покупали квартиры и автомобили только после консультации с астрологом. Вот мне человек объясняет, я вон с Германией, перегнали мне машину. В этот день я получил на руки ключи. Дает мне эту дату. Я смотрю, это дата травматическая. Она там, потери финансовые. Я говорю, а что с этой машиной уже было? Вот вы ее год пользуетесь. Он говорит, она уже горела. У нее колеса на полуходу отлетали. У меня там что-то документы оказались не в порядке. Одни проблемы, я уже думаю, правда. В 2006 году на электростанции под Екатеринбургом произошел загадочный пожар. Вот эта электростанция, значит, сгорела. И когда прошел ровно год, день в день, она опять замкнула всю систему. Вот это что? Именно после этого ЧП, утверждает Сергей Пименов, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс обратился к астрологам. Историки нашли свидетельство, что даже Иосиф Сталин пользовался услугами звездочетов. Свои предсказатели были и у президента США Рональда Рейгана. Из более поздних времен, ну, мы знаем, что Рейган советовался, что у него была там женщина-астролог, которая давала ему рекомендации, что время, кстати, его инаугурации также было подобрано в соответствии с ее советами. Астрологи утверждают, что Гитлер проиграл битву под Москвой из-за неблагоприятного расположения звезд. Когда, например, провозглашали ГДР, не посоветовались с астрологами, и астрологи бы ни в коем случае не порекомендовали бы провозглашать страну в момент затмения. Вот, потому что государство, провозглашенное в момент затмения, солнечного или лунного, неважно, оно как бы не жизнеспособное. Сами астрологи признаются, что они могут просчитать лишь вероятность развития событий, негативная или положительная. А результат всегда зависит от человека. Так стоит ли слепо доверять звездам? Итак, выскажу свое мнение. Астрология явно себя скомпрометировала. Возможно, некоторые специалисты действительно выводят закономерности и добросовестно высчитывают персональные гороскопы. Я даже готов поверить в то, что они иногда сбываются. Но верить тому, что печатают в газетах, по крайней мере, глупо. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Мужчины как исчезающий вид. Как новые амазонки готовятся управлять миром? Смерть на пять минут. Что происходит с теми, кто вернулся с того света? Жизнь камней. Правда ли, что они могут дышать и передвигаться? Как вы, идиоты, меня не топите, я все равно приползаю на это место. в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok